Елена Яковлевна Буревич. Доклад называется «Включение в поток от экологической классификации каскадов Морса-Смейла на н-мерной сфере». Каскад или дефиморфизм включается в поток, если у него существует поток, для которого он является двигателем на единице времени. Каскады, которые включаются в гладкие потоки, образуют нигде неплохое множество пространства экдефиморфизма, потому что это очень мало. Однако Эль в частности показано Бейлисом в работе экдефиморфизма. Но благодаря тому же Бейлису мы можем утверждать, что если мы ослабим условия, если мы будем включать эстопологический поток, то таких дефиморфизмов уже окажется... Ну, по крайней мере, множество таких дефиморфизмов будет содержать открытые подмножить в пространстве дефиморфизма. Как такие дефиморфизмы получить, нужно взять поток. На любом многообразии, как показал Смейл, существует функция Морса. Более того, в некоторой метрике еобрадиентный поток является потоком Морса Смейла. Я потом расскажу, что там определение. Он структурно устойчивый, как доказал Бейлис и Смейл. Поэтому надо просто взять сдвиг на единицу времени вдоль траектории этого потока. Это будет система Морса Смейла, она структурно устойчивая. То есть у нее есть окрестность, которая состоит из отображений, которые этапологически сопряжены. И вот все они будут включаться в топологический поток, повалебный тому, с которым мы начали. Ну и кроме того, задача отключения в топологический поток может быть такой... Ну, имеет такую мотивировку. Это грубая проверка адекватности численных решений дифференциальных сравнений. То есть если случайно оказалось, что какую-то динамическую систему с непрерывным временем моделировали с помощью метода ИПО, например, получился каскад, который вообще не включается ни в какой-то топологический поток, то значит, ну вот, все-таки что-то недо произошло в процессе счета. Поэтому вот и Бейлис в том числе поставил такую задачу на эти условия, при которых данное отображение, в частности, дефиморфизм Норс-Милл, включается в топологический поток. Такий дефиморфизм, поток неблуждающий множество конечностей, состоит из гиперболических точек периодических, а устойчивым и устойчивым удобрались, берегающих точек пересекательных сверсаний, устойчивых своих. Значит, Бейлис сформулировал необходимые условия включения таких дефиморфизмов в топологический поток. Ну, они довольно естественные, значит, первое условие, то, что неблуждающее множество должно такого дефиморфизма, если он включается потом, должно состоять только из неподвижных точек. Если у дефиморфизма есть периодическая точка, и он включается в топологический поток, значит, эти периодические точки лежат на периодическое обиде, а тогда все точки периодической обиде также будут периодическими, и тогда сдвигнуть внизу времени уже, не будет системы, не будет дефиморфизма, может, смыла, который будет бесконечным и в одном из устающих точек. Вот. Значит, ну, если дефиморфизм включается в поток, он изотоплен кождественным, поэтому второе условие, оно как раз характеризует дезотопность кождественному, а выключение дефиморфизма на все варианты негабразий. То есть он должен сохранять ориентацию этих негабразий. Ну, и третье условие. Если у двух седловых точек варианты негабразий пересекаются, то такие каскады могут включаться в потоке, и такие прощения называются дефиморфизм, если это пересечение состоит с некомпактных под негабразий от множеств. Вот наш следующий слайд, вот тут есть картинка, иллюстрирующий. Значит, вот фазовый портрет простого дефиморфизма Норс Мелла и потопа Норс Мелла. У него один источник, источниковый точник гумбалический, неподвижный, откуда все траектории уходят. Стоковые точки и две седловых. Вот две седловых, в трехмерных сферах, в трехмерных видах пространствах. Ну, много бы их не исключительно, но не исключительно. Двумерные и устойчивые мы добрались, в этой ситуации можно видеть, неверно стоит, вот так они могут пересекаться. И это нормальная картинка иллюстрация в том числе. Вот, а на правой картинке как раз нарисована ситуация, значит, чуть побольше на периодических точек. Ну, вот двумерные инвариантные многообразия сегодня, седьмой один и седьмой два, по складу пересекаются по компактному. Такой картинка потока не может быть, потому что многообразие инвариантные, они пересекаются по траектории, и более того, эти многообразия блуждающие в траектории, а тогда получается, что у нас трещина, замкнутая траектория, которая, соответственно, не блуждающая. А на каких многообразиях это все рассматривается? Вообще, ну, пока задача для производных замкнутых многообразий, для каких... Ну, это все картинки можно представлять, что это R2-3. Мы живем в R3, и где-то там истоничную валенную точку отдает сферу. Вот эти же условия являются необходимыми для многобразия, для двухностей, для двумерных многобразий. Являются необходимыми не для всех, а достаточными для. Для n равно 2 они являются достаточными. И, в общем, можно пояснить, для дальнейших не полезно, как дефиморфизм, вот, удовлетворяющийся к этому условию, включается в поток. Ну, вот третье условие для n равно 2 означает, что просто мы запрещаем пересечение сепаратриз у седловых точек, потому что, в примерном случае, траекторию, поток траектории сепаратизма. Вот. Значит, можно начать с седловой точки. Вот. Эта точка ферполитическая, это каскадморс смелы, она, значит, наше отображение в ее окрестностях сопряжено со своей линейной частью. Если потребует даже c2 гладко, то она гладко будет сопряжена со своей линейной частью. Мы запрещаем, чтобы дефиморфизм менял ориентацию на эмбриантных многообразиях, значит, линейная часть включается в поток. Мы можем в форму выбить. Линейный же поток. То есть, мы в окрестностях седла, мы уже можем включить наш дефиморфизм в поток. Вот. Что дальше происходит? Куда идут сепаратрисы? Поскольку гетоклинических точек нет, сепаратрисы идут в сторону. Ну, неустойчиво сепаратрисы идут в сторону. Мы можем вот эту окрестность и поток, который мы построили локально, мы можем продолжить вот так вместе с прокрессами. Сколько бы он близок, маленькая окрестность почки Ольга. Мы сюда пришли. И вот здесь в локально у нас уже есть поток, который мы выражаем. Как устроена окрестность точки Ольга? То есть, я таргетой притягивающее ножки Ольга. Это состоит из тех орбей, которые в прямом времени, в прямом времени, в прямом времени. Оказывается, что у него есть такая вот в окрестности порождающая область, это кольцо, итерация которого дает весь бассейн, это из токовой точки. И это кольцо можно выбрать так, чтобы построенный нам поток, знали поток вот здесь вот, отсюда. Он здесь включался в структуру прямого произведения на отрезок, то есть, что здесь можно все вот так вот, в этом кольце можно вот так вот, все вот так стоить отрезками. Вот. Ну, а фактически мы уже получили траекторию потока. Дальше мы устраняем это кольцо, действием для него дофиморфизма, и мы получаем поток, который занят везде, кроме стоповых источников и точек. Ну, то есть, для каждого седла, которое проделан, и дальше осталось только поток вот здесь за поток, ну, да, то есть, эти неподвижные точки. Вот. Дальше. То есть, вот можно так построить экологический поток. Поблагодарю еще раз.